Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева Небо, я, небо, я, небо, небо, я в твоих руках Небо, я, небо, я, небо, мне до неба только шаг Небо, я, небо, я, небо, не бояться ничего нею Небо, я, небо, я, небо, я, небо, я в твоих руках Небо, я, небо, я, небо, небо, ты меня прости Небо, я, небо, я, небо, я к нему хочу уйти Небо, я, небо, я, небо, я, небо, не могу понять всего Небо, я, небо, я, небо, я, небо, мне ни небо, песни Я с тобой, я, с тобой, ясно, я с тобой, милый всегда Я с тобой, я, с тобой, ясно, не разлучок никогда Я с тобой, я с тобой, я с тобой, я с тобой, я с тобой. Небо слабо к нам придет. Я с тобой, я с тобой, я с тобой. Никого не сопернишь. Не плена, не больна, не вольна. Небо, ты меня прости. Я к нему хочу уйти, не бояться ничего, не бояться ничего. Я к нему хочу уйти, не бояться ничего. Каждый год Лиза радует нас своими прекрасными программами. Они всегда новые, всегда яркие, всегда запоминающиеся. Настоящая рекордсменка по участию в контрольных прокатах, Елизавета Туктамышева. Здравствуйте, рады вас видеть. Лиза, ну скажи... Я еще обязательно в этом сезоне выйду на лед и вынесу тебя на руках. Скажи, пожалуйста, не скучно вообще без ровесницы выступать? Нет, конечно, не скучно. Даже если нет ровесницы, есть потрясающие юные фигуристки, с которыми очень мне интересно соревноваться. Например? Ну, как я уже неадрогратно говорила, меня очень импонируют Сонечка Акатьева и Аделия Петросяна. И вообще все девочки замечательные, поэтому классно. Ну, а я точно знаю, что ты являешься вдохновителем для всех юных спортсменок, а особенно для совсем не юного Максима Тройникова. Ты знаешь, сколько лет мы с тобой уже дружим. И вообще совсем недавно мы с Лизой ходили на сапах по Черному морю. А потом я смотрю в социальных сетях, а Лиза уже тройной аксель прыгает. Так может только Туктамышева. Похлопайте, пожалуйста, дорогие зрители. Лиз, спасибо тебе большое. Я испугалась, что ты когда-то начал свое предложение, а что ты закончишь его иным образом. Но на сапах действительно мы с тобой ходили. Спасибо, Лиз. Увидимся завтра.